МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самарской губернии с руководителями городских областных министерств и ведомств, региональными предпринимателями и политиками. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 7 ноября в Самаре будет проводиться парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Сколько участников объединил проект парад памяти в 2022 году? Что покажут и о чем расскажут жителям и гостям города участники парада? В нашей студии Александр Проченко, генерал-майор, командующий парадом памяти, и Инна Жичкина, руководитель штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта парад памяти в Самаре, исполнительный директор российского военно-исторического общества в Самарской губернии. Инна Анатольевна, Александр Иванович, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нашу студию. Добрый вечер. Всероссийский патриотический проект парад памяти посвящен истории, истории знаменитого военного парада 1941 года в Куйбышеве на самой большой площади Европы. Так получилось, что этот год стал особенный для всех нас. И, соответственно, парад памяти тоже приобретает, наверное, новый смысл. Вот на ваш взгляд, какой смысл он сейчас приобретает? — Каждый год у нас парад и все специальные мероприятия, которые проводятся в рамках парада, посвящены важной для истории странной теме. И мы понимаем, что в этом году действительно у нас происходит перезагрузка, осмысление совершенно иное, потому что мы говорим о том, что парад, как и в 1941 году, мобилизует каждого из нас на защиту своей страны. Мы понимаем, что парад в этом году, название его будет «Дорогой Победы». Но это не только историческая «Дорога Победы», потому что именно тогда командовал парадом Максим Пуркаев, Максим Алексеевич Пуркаев, который на тот момент был генерал-лейтенантом, потом стал генералом армии. Он в 1941 году возглавлял 60-ю резервную армию, которая в декабре стала третьей ударной. И получается, что парад с площади Куйбышева, командующий парадом, это как раз та самая третья ударная армия, которая потом водрузила знамя Победы над Рейхстагом. Поэтому вот эта «Дорога Победы», которая в 1941 году привела к нашей победе, мы надеемся, и в этом году он будет так же, потому что аналоги много. И мы понимаем, что тогда ребята, которые шли в военной части парада, в гражданской части парада, 25 600 бойцов, которые дальше отправились защищать Москву или прорвать блокаду Ленинграда, это 65-я и 239-я дивизии, которые шли в 1941 году. Но и в этом году мы понимаем, что все ребята молодые, все участники, которые будут, а это и юнормейцы, суворовцы, кадетские наши классы, мы также приглашаем все наши регионы, Примозского федерального округа, мы приглашаем Москву, Санкт-Петербург, наших постоянных участников, Воронеж, Ленинградскую область. Но мы говорим про то, что все и трудовые коллективы, которые пойдут по равными расчетами, все наши образовательные учреждения, высшие учебные учреждения, все общественные организации, они в этом году понимают, что для нас важно победить сейчас, защитить нашу Родину сейчас. Идет борьба с фашизмом, с нацизмом, ровно так же, как было в 1941 году. И мы понимаем, что мы защищаем мирных граждан, мы защищаем мирное население, мы защищаем свою страну и право нашей страны быть свободной, независимой. Поэтому мы говорим о том, что в этом году это не только история 1941 года, не только история Великой Отечественной войны, не только история запасной столицы, но история сегодняшнего дня и нашей победы, нашей дороги к тому, чтобы мы смогли защитить и свою страну, и весь мир от нацизма в сегодняшнем дне, в современной ситуации, когда действительно наши ветераны и представить не могли, что все это повторится. Александр Иванович, вот вы как считаете сейчас, вот в чем новый смысл или особый смысл этого парада? Потому что, ну да, ситуация изменилась. Особый смысл ежегодных парадов. Мы проводим уже более десятилетия ежегодно парады памяти. И если галанты в истории, то первые парады были проведены, восприняты довольно-таки общественностью хорошо. Затем этот парад Самары, Самарской области, он превратился в российское мероприятие, затем в международное мероприятие, когда стали принимать и с других государств, пребывать делегации. Сегодня мы должны еще раз довести, что наше дело правое, мы победим. Борьба с фашизмом, это не просто борьба словесная, это борьба на фронте, борьба трудовая, борьба идеологическая. Ведь в 1941 году Советский Союз воевал не с фашистской Германией, как мы говорим, фашистская Германия. Была коалиция фашистская во главе с Германией. Принимала практически вся Европа, все страны европейские. Сегодня это повторяется. Повторяется в том же порядке. Только единственное, что еще не поставляют регулярные войска. А так мы столкнулись полностью опять с поддержкой. Европа не вынесла уроков из того примера, когда мы боролись вроде бы всем миром с фашизмом, а оказывается мы его, будем говорить так, не добили. Ну да, к сожалению, к сожалению, ростки-то остались, микробы выжили. Ростки остались, которые проросли. Поэтому наша задача сегодня, в первую очередь, это патриотическое воспитание. Далее, значит, поддержка личного состава, который выполняет непосредственно задачи на фронте. Ну и тыл, тыл он всегда. Тыл – это производство, тыл – это семьи, тыл – это страна. Страна, которая борется за свое существование. Мы будем жить, это неоспоримо. Ну да, это слова боевого генерала, и здесь только можно к ним присоединиться. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, он касается как раз парады памяти. И затем продолжим нашу беседу. Военный парад в Куйбышеве был стратегически важен для всей страны. На нем присутствовали иностранные послы и военные атташе – журналисты. Увидев мощь Красной Армии, Япония и Турция, в войну вступить не решились. На сегодняшний парад тоже приехали дипломаты из разных стран. Грейм Михан, посол Австралии в России, делится своими воспоминаниями о тех сложных временах. Его семью война тоже не обошла стороной. Отец попал в артиллерийские войска. Для меня очень важно, чтобы мы помним это. Во время войны у нас в Австралии, в Самаре было посольство. И я думаю, что важно упоминать эти связи между Самарой и Австралией. Сегодня мы видим, что 126 коробок, 7 тысяч личного состава здесь находятся на площади. И вот уже два часа идет парад. Это очень праздничное и приятно. На параде показали 45 видов исторической техники, в том числе и легендарный победный Т-34. Лейтмотивом парада стала история нашего земляка Владимира Чудайкина. В апреле 44 года он попал в Красную армию. В первом в своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился в ходе взятия Берлина. Командир танка погиб, и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою прикрывал наступающую пехоту огнем и броней. Я очень счастлив и горжусь, что дожил до сегодняшнего дня. И вот я на этой площади прошел не пешком, а на машине в честь этого парада. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Дорогие ветераны, этот парад напоминает нам, без великого прошлого нет великого будущего. Именно в преемственности поколений, в духовном единстве – залог укрепления и процветания нашей Великой Родины. В небо над Самарой, как когда-то в 41-м, поднялся легендарный Ил-2. Его миссия – донести весточку из прошлого. На землю опустились тысячи фронтовых писем. На площади Куйбышева работала полевая кухня. На специальные выставки зрители знакомили с оружием Великой Отечественной войны и исторической техникой. Парад памяти объединил не только ветеранов и военнослужащих, но и всех неравнодушных к судьбе Отечества граждан. Мы увидели, как проходили парады памяти в Самаре, увидели нашего любимого героя. К сожалению, он уже ушел от нас. Я имею в виду Чудайкина. И как хорошо, что мы успели при жизни отдать ему все почести. Вот золотые слова. Как хорошо, что мы успели сказать ему спасибо. И хорошо, что мы успели его снять. — Горячие дни сейчас наступают. То есть подготовка, наверное, самая активная. Что нас ждет в ближайшее время? — С 10-го числа у нас стартовала информационная кампания. И мы понимаем прекрасно, что информационная кампания — это не только рассказ о новостных поводах. Это в первую очередь рубрики, исторические рубрики, материалы о наших героях, в том числе сейчас специальной военной операции. Во всех наших студенческих газетах, школьных газетах, естественные муниципальные, региональные прессы. Это специальные рубрики и в печатных СМИ, и в электронных СМИ. Мы понимаем, что эти материалы нужны для всех жителей разных возрастов. И они нужны, конечно, для детей. Они нужны для педагогов. Потому что все эти материалы также и в школы будут передаваться. Потому что мы понимаем, когда идут классные часы, когда идут уроки мужества, когда идут специальные тематические уроки истории, очень важно, чтобы у них было больше информации про героев и парада исторического 41-го года, и истории запасной столицы. Потому что мы же были и дипломатической столицей, и политической, и информационной столицей, и культурной. И культурной, и столицей связи. Я просто в свое время занимался этим вопросом. Отсюда же на самом деле выходили... Ответ номер 15. Да, знаменитые, знаменитые. Откуда вещали и говорили, что страна... Самый мощный объект в мире вообще. Да, что страна жива, и ничего вы с ней не сделаете. Да, поэтому об этом должны знать наши дети. Об этом должны знать педагоги, которые рассказывают им. Об этом должны знать те руководители общественных организаций, которые дальше интегрируют эту информацию. И мы понимаем, что это история каждого из нас. Это история каждой семьи. Потому что 123 промышленных предприятий, которые были эвакуированы, они отовсюду. Они же не только с Воронежа, как завод авиационный, или с Прогресса, как, допустим, с Москвы. Но это и Белоруссия, это и Украина, это и Прибалтика. К нам отовсюду были эвакуированы заводы, которые остались здесь работать. Поэтому каждую семью так или иначе, тема и Великой Отечественной войны, историю запасной столицы затронула. В этом году у нас с 15-го числа традиционно начинаются все специальные мероприятия патриотические. Они посвящены и теме этого года, Дорога Победы, и посвящены теме, естественно, истории запасной столицы, всем ее граням. И нашим героям новых, да, именно сегодняшнего дня. Специальные мероприятия, специальные патриотические проекты, они у нас проходят и в СУЗах, и в ВУЗах, и в школах, и на наших предприятиях. Это и тематические лектории, это и кинопоказы, и это, естественно, очень важные конкурсы. Конкурсы для детей и школьных сочинений, и литературных, да, поэтических произведений. Это и конкурс «Смотростроя и песни», конкурсы «Агитбригад». Это интереснейшие творческие, да, постановки, которые также организуют и наши учреждения культуры. Это выставки новые, это музейные экспозиции. Поэтому мы понимаем, насколько интересно, творчески у нас сейчас все включаются, но как важно, чтобы и подрастающие поколения, потому что мы понимаем, они у нас сейчас, да, главные в том, для кого мы это делаем. Потому что если дети будут знать, гордиться историей своего региона, своего учебного учреждения, да, своей страны, то надежное будущее будет у нашей страны. И мы понимаем, как это важно, в том числе, когда мы видим другие государства и как влияют на умы наших детей. Поэтому очень важно, что у нас помимо парада 8-го числа пройдет еще большой форум, международный форум исторический, который мы проводим, и проводим вместе также с Российским военно-историческим обществом, так же, как и парад. Там соберется большое количество историков, публицистов, воинкоров, и тема будет главной информационный фронт. Потому что та гибридная война, которая ведет сейчас против нашего государства, против за умы, в первую очередь, нашего подрастающего поколения, очень важна победа и на этом фронте. И мы понимаем, как молодежь, когда она будет апеллировать уже историческими данными, фактами, как они смогут распознавать все эти фейги, которые так активно распространяют в сети интернет. И если они будут подкованы и будут знать, как это распознать и как с этим дальше работать, то это тоже очень важно. Форум в первую очередь для молодежи. Поэтому мы приглашаем студентов всех наших вузов Самарской области, в том числе и регионы Привозского федерального округа, также будут активно принимать участие. Это будут известнейшие всероссийские историки и публицисты, которые будут разговаривать с ребятами. Это будут и секции, это будут и открытые лекции, это будут и пленарные заседания. Поэтому мы надеемся, что помимо парада, масштабного события, у нас продолжится этот разговор с нашей молодежью и 8 ноября. А, кстати, Александр Ильич, прошу прощения, вы хотели что-то сказать? Ну, во-первых, уже идет подготовка парадных расчетов. Если на предыдущем параде у нас было 126 парадных расчетов, стояло на площади, это были расчеты из Самарской области и областей федерального нашего региона, Центрально-федерального округа. То есть это масса людей, которая задействована при подготовке. Сегодня, 24 октября, у нас будет проведен в Самарской области смотр-конкурс участников парада. То есть из всех желающих участвовать в параде, подавших заявки, будут отобраны лучшие. Будет комиссия, которая определит участников и допустит для участия в параде памяти. Требования одни. Первое – это внешний вид, форма одежды. Второй показатель – это строевая выучка и исполнение строевой песни. Далее приглашены из федерального нашего округа. Они каждый год в республике, края и областях участвуют. Ну не только из ОПРОБ и других регионов российских. В прошлом году был прошлый парад Санкт-Петербурга, Ленинградской области, из Крыма были представители и коробки. Поэтому, я думаю, сегодня у нас не менее будет насыщена программа и ее участие примут в пределах 100-120 парадных расчетов. – Вот, кстати, тогда юноармейцы будут участвовать? – Да, юноармейцы – это… – Потому что, ну это такая вот, ну, я не знаю, отдельная такая история. – Я хочу сказать, что у нас в Самарской области самый большой юноармейский отряд насчитывается вообще по России. – По количеству юноармейцев? – Это движение, благодаря руководству, которое люди командуют, управляют юноармией, они на правильном, говорится, пути и правильно делают дело. То есть, патриотическое воспитание на фоне отрядов юноармейских, далее кадетских школ, суворовских училищ, общественных кружков – все ведь это патриотическое воспитание заключается в одном – во славу русского оружия, во славу государства, во славу своей Родины, России. – Инатолий, вот если вернуться к борьбе с фейками, то, о чем вы сказали в форум 8 ноября, вот скажите, кто будет конкретно участвовать и где можно прийти и послушать? Потому что, ну, на самом деле, интересно послушать, поучаствовать, возможно, задать вопросы. Уж слишком это важный вопрос в наше время, потому что, ну, вранья, если переводить на обычный русский язык, вот это привычное слово «фейк», на самом деле это ложь просто, вот если назовете себя именами. Просто фейк – такое немножко красивое слово, как бы более обтекаемое, она – это вранье. – И как важно, часто молодежь говорит, ну, там же миллионные просмотры, да, а вы возьмите факты, вы возьмите документы, вы посмотрите, как на самом деле, да, где вот она историческая правда, и где действительно та самая ложь, которую перевирают, по-другому расставляют акценты, и абсолютно, да, со своим уже, со своей интерпретацией пытаются это распространять. Сам форум у нас будет проходить, как я сказала, для всей молодежи области, причем не только области, и вообще Прилосского федерального округа, и других регионов, которые будут заявляться. Мы собираем все списки, будет регистрация, потому что мы понимаем, все будет проходить в театре опера-балета, будет проходить в течение всего дня, то есть у нас начнется в 11 часов в начале открытая лекция Дмитрия Пучкова, да, такого известного гоблина, да, как его называют в том числе, ну, и знают, да, наши представители молодежи. – Да, да, знаменитый переводчик, кстати, человек-то очень умный, интеллектуал. – И мы понимаем, что он очень интересен сейчас, в том числе для молодежи, потому что ведет интереснейшие свои блоги, да, совершенно у него своя подача материала, но при этом мы понимаем те важные смыслы, которые он доносит, да, до нашей молодежи, да, наших подростков. Поэтому открытые лекции, дальше у нас будет пленарное заседание, в котором будет живой диалог, дискуссия, общение, в котором будет присутствовать, естественно, и губернатор Самарской области Дмитрий Игорьевич Азаров, да, и ожидаемо также у нас будет наш полупред Игорь Комаров, будет помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества, историк, да, Владимир Мединский, который тоже очень активно ведет и популярнейшие программы исторические, и на канале «Культура», и свои блоги ведет. – И автор книг. – Да, автор огромного количества книг. Также будет, естественно, Александр Хинштейн, потому что у нас, Александр Алексеевич, не только как председатель комитета по информационной политике Государственной Думы, да, но, опять-таки, публицист, журналист, человек медийный, который действительно очень активно работает, во-первых, на поприще информационного фронта и точно знает, да, очень активно взаимодействует с молодежью. Здесь будет и Захар Прилепин, здесь будет… – Замечательно. – То есть это, ну, такие имена, да, которые действительно интересны молодежи. И в первую очередь я могу сказать, когда мы готовили этот форум, мы запрашивали именно у них, да, кого они читают, кого они смотрят, что им интересно, с кем бы они хотели вживую поговорить и на этих секциях задать свои вопросы, потому что это действительно будет такая очень активная дискуссия. Поэтому здесь, даже если есть критическое мышление, но при этом не все, может быть, моменты понятны, ясны, и вы хотите задать эти вопросы, принимайте участие в форуме, и у вас будет вот это возможность живого диалога. Секции будут… Одна будет называться «Реальность и виртуальность» или «Победа реальности над виртуальностью», да, плюс «Истории и традиции», потому что мы здесь будем говорить и об информационном фронте тоже, и почему именно эта тема. Мы понимаем, что в годы Великой Отечественной войны запасная столица приняла и все ведущие средства массовой информации Советского Союза. У нас работали газеты «Известия», «Правда», «Ведомости» Верховного Совета выпускались на 16 языках. Именно здесь работали корпункты всех иностранных СМИ, всех посольств и ведомств, да, аккредитованных на территории Советского Союза. Здесь работали все подразделения информационного агентства ТАСС, в том числе выпускались «Окна ТАСС», все плакаты, которые распространялись и «Встан врага» на иностранных языках выпускались. Мы говорим, что здесь работала центральная студия кинохроники, и первый фильм, который получил «Оскар», также был смонтирован здесь. Здесь работали огромное количество, да, наших военкоров, да, спецкоров, которые в том числе с фронтов передавали все сводки. И именно, конечно, тот объект номер 15, о чем мы сегодня уже говорили, когда именно сводки Совинформбюро, легендарный Левитан, на весь мир сообщал именно из Куйбышевой, из Самары, из запасной столицы. Поэтому мы говорим о том, что как сейчас, опять-таки, спустя годы, спустя 80 лет, важно на этом информационном фронте очень грамотно, очень точечно, очень правильно с исторической правдой, с фабулой, с фактами, да, вести войну на победу. То есть максимально прийти к победе, чтобы наша молодежь понимала и грамотно, да, тоже умела мыслить, анализировать и умела дальше потом взаимодействовать с теми, кто очень часто, естественно, в сети интернет распространяет эту негативную информацию. Поэтому форум важен, форум нужен, и все гости, которые у нас приедут, они станут участниками парада памяти. Они все седьмого числа будут с нами уже. Они также примут участие и в параде, и всех культурных событиях, потому что о великой силе искусства мы тоже не забываем. Это и культурная столица в годы Великой Отечественной войны, но и сейчас очень важно говорить о том, что это и музыка, это и кинематограф, который также влияет на восприятие, на мировоззрение наших ребят, нашего подрастающего поколения. Я предлагаю сделать еще одну паузу. Давайте посмотрим еще один сюжет, тоже касается парада памяти, затем продолжим нашу беседу. Торжественное возложение цветов к памятному знаку парада памяти открывает сегодняшний праздник. Самая крупная патриотическая акция в этом году посвящена подвигам рядовых солдат. Именно они были в пучине сражений. В 41-м парады прошли в трех городах в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Самый масштабный развернулся именно здесь, в запасной столице. По главной городской площади тогда прошли 25 тысяч человек. Советская армия показала свою мощь и невероятную волю к победе. Сегодня на самой большой площади Европы воссоздали солдатский быт. Гармошка нужна была обязательно, чтобы как-то отвлечься от всех тяжелых боев особо, когда происходили. Кто-то там раненый, кто-то, ну, патриотически настраивалось всех. В роли строгого командира реконструктор из Воронежа. Эдуард Сафонов приезжает в Самару на парад уже в третий раз. Каждый в строю мужчина проникает с атмосферой. Если надеваешь форму, себя чувствуешь по-другому. Форма, тем более, это форма наших дедов, она заставляет внутренне строже к себе относиться. Если бы я был в форме рядового, я, может, дядь Колик замечание про песню не сделал, а все-таки я в форме командира. Для участия в параде памяти 2019 в Самару приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа и не только. Кроме пехоты в демонстрации воздушные войска. Александр Иванович, вот мы увидели, насколько ярко это мероприятие. Вот сейчас как идет подготовка? Потому что там на самом деле и реконструкторы, там, значит, и военные части, и юноармейцы, там и гражданские, насколько я знаю, люди тоже идут. Вот об этом расскажите сейчас. Вы понимаете, мы на самом, во время проведения парада видим финишную работу большого коллектива людей, которые задействованы два-три месяца, работают на то, чтобы довести все те мысли, которые планировал режиссер, чтобы людям было доходчиво. Но вот это главная часть Айтберга. А внизу, внизу, это рутинная работа. Сегодня работают люди по подготовке, проводят у себя в школах право за участие, смотры за участие. Проводятся выставки, как Инна Анатольевна говорила, это масса работы предварительной по выставке картин, выставки, там, или участие в самодеятельности, которая за право участия, то есть прохождение в параде. А финиш мы увидим 7 ноября на площади. Это будет заключительная часть. Сегодня хотел бы обратить внимание всех будущих участников на отношение к подготовке, отношение к участникам со стороны руководителей, чтобы люди понимали о том, что суть этого мероприятия не просто участвовать в параде, а его цель, его цель и его истина. Какие же все-таки мы хотим довести этим мероприятиям идеи, во что воплотил главный режиссер вот этого Победа. То есть наша тема называется «Дороги Победы», да? Да. Дорога Победы, и мы понимаем, что это Дорога Победы всей огромной страны. Это мобилизация каждого из нас на трудовом, на боевом, волонтерском поприще. И, Антон, прошу прощения, что прерываю, осталась буквально одна минута. Вот, знаете, вопрос важный. Насколько я знаю, в рамках этого мероприятия будет увековечена память двух великих людей. Вот расскажите, кто это? И у нас, к сожалению, больше времени не останется. Два великих человека, как мы сегодня уже говорили, командующий Максим Пуркаев, который стал потом и первым командующим Третьей ударной армии. И мы действительно... И эта Третья ударная армия водрузила знамя над Рейхстагом. То есть из Куйбышева пришел в Рейхстаг. От Волги до Берлина. И второй человек, это Семен Чернецкий, тоже легендарная личность, который командовал, вернее, который был главным дирижером оркестра того легендарного парада 7 ноября 1941 года. И дальше он стал одним из родоначальников военно-оркестровой службы Советского Союза. Это композитор, это автор огромного количества маршей. Поэтому их история будет увековечена на окружном доме офицеров, которые имени Ворошилова. Поэтому здесь и Ворошилов, и Пуркаев, и Семен Чернецкий, как главные герои парада легендарного 1941 года, они также будут звучать их имена и увековечена их память. Спасибо за интересную содержательную беседу. И увидимся на параде памяти. Приходите на парад памяти. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал Игорь Негода.